Я понял сегодня то, что я совсем не рассказывал про свое прошлое, а там так много интересного. Поэтому теперь буду рассказывать. Готовьтесь. Подписчики, участники, ублюдки, хуесосы, леди, джентльмены, друзья, братья и сестры. Ну давайте ловим волну. Начнем с первого официального места работы, я уже рассказал, но это была формальность, потому что мне нужно было юридическое прикрытие. А по факту первое официальное место работы это у артистов в самом успешном лейбле нашей страны Rhymes Music. Да и не только договоры на дистрибьюции, но и продюсерский контракт. Однако первые деньги на музыке я заработал гораздо раньше, в 17 лет, когда завел, так скажем, свою собственную студию, которая успешно функционировала больше двух лет. Но меня записывались все. От рэперов до Наденьки из Comedy Woman. Кстати, о музыке. Первый свой трек я записал где-то 8-9 лет на микрофон от наушников для игры в Counter-Strike. Я всегда составлял тексты, записывал тексты везде, где можно, везде, где нельзя. И пытался что-то наговаривать, начитывать поверх уже готовых песен, например, 50 Cent, Джерулла, Лил Вейна, Мэри Джей Блач. И у меня была мечта, что однажды, когда-нибудь, я попаду на студию. И однажды, в 15 лет, моя мечта сбылась. Я записал свой первый трек «Сироп». Теперь про «Сироп» Тусин Плюс из аптеки поет даже и «Стосамка» с 40 миллионами прослушиваниями. Был такой опыт, что я делал трек, который потом становился коммерчески успешным. И выслушали даже спустя 5 лет после этого человека, который даже не то что в такт не попадал, которому было тяжело разговаривать. Просто я руководил всем процессом, присутствовал при записи и руководил ей. Я знаю, как это делается, и я хочу делиться этим всеми. Мне никогда не привлекали русскоговорящие артисты, потому что я видел, что в них нет ничего, за ними ничего не стоит. Для меня я всегда вдохновлялся номинированным на Грэмми неоднократно Лил Вейном. Человеком, который придумал трэп-музыку Ти Ай, человек, который сделал трэп-музыку популярной Гучи Мэй. Эти люди создали этот жанр, я не пытаюсь никого их копировать. Я придерживаюсь их стиля и развиваю нашу субкультуру. И хочу, чтобы такая возможность была у каждого желающего, чтобы не было этого лицемерия, которое есть у многих наших звезд, типа «Вот он, но мы ему не будем работать». Я хочу сделать так, чтобы это было доступно каждому. И каждый желающий мог сделать трэк, от которого он в дальнейшем будет кайфовать, который будет приносить ему позитивные эмоции, которые будут его радовать спустя многие года и в любые периоды его жизни, как в самые радостные, так и в самые печальные.